Всем привет ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе. С вами Снеговик Санишки. О ребята, что-то я не то говорю. С вами папа Санишки и мы продолжаем играть в игру Anime Fighters. Ребята, всех любителей этой игры поздравляем с Санишкой с Новым Годом, с наступившим Новым Годом. Желаю вам только самых редких бойцов, секретных, там Шайни бойцов и прочих других божественных и не очень божественных. Ребята, и вы можете в этой игре абсолютно бесплатно получить вот такие Сани к вашему костюму. Вот Санишка приоделась в костюм Санта Клауса и дополнительно к её костюму вот можно получить Сани. То есть вы заходите в там, где у вас ваш транспорт, да, и вот нажимаете на Сани и нажимаете, там по-моему, Claim или Equip. Вот, получается, у вас такие Сани. То есть у них скорость 30, достаточно, в принципе, обычная такая скорость, неплохая. Так, давайте ещё раз их наденем. Это Сани такие по типу как с локацией, вот с этой локацией, давайте посмотрим, сравним, действительно ли это те самые Сани. Так, да, ребята, это оно, это те же самые Сани. Можно сделать вот так и вы не отличите. То есть игроки зайдут на сервер и, в принципе, не отличат. Только нужно ещё убрать бойцов. Давайте уберём. Уберём бойцов и всё. То есть вы становитесь частью декорации, можете пранковать ваших друзей. То есть, в принципе, никто особо там как бы и не заметит. То есть вы можете стать частью декораций. Очень симпатично, очень неплохо. По-праздничному, по-радостному, по-новогоднему. То есть я думаю, что лайк разработчикам за это. Значит, что у меня происходит, ребята, в аниме Файтерсе? Я накопил уже 304 триллиона. И я собираюсь покупать последнюю локацию. Перед этим давайте, как обычно, покрутим наше колесо фортуны. Сделаем обычные привычные дела. Так, ребята, пролетели мы, пролетели бойца. И получили удачу. Кстати, если я уже выбивал такого бойца, интересно, мне такой боец опять попадётся? Если знаете, напишите в комментариях. Так, покрутили, получили удачу. Вот, видите, я много чего тут понасобирал, всяких фруктов. Так, давайте наконец-то уже, наверное, купим последнюю локацию за 300 триллионов. Здесь я ещё выбил не всех бойцов. То есть легендарку я не выбил. Мне нужно выбить здесь легендарку. На предыдущей локации я уже легендарного бойца выбил. Поэтому давайте 3, 2, 1, ребята, не забудьте подписаться. Так, белым светится приятным таким светом. Заходим. И белым светом, ребята, оно светилось только на входе. Здесь у нас город, который объят пламенем. И всякие всевозможные тут демоны. Нужно их обязательно потушить. Ну вот, чтобы этот пожар тут не разгорелся на все локации. Посмотрите. Конечно, очень симпатично. Вот двигатель у машины прогорел почти полностью, вы видите. То есть прям насквозь. Здесь что-то красное, там у него в кабине пожар. Ух, ну да, эффекты, конечно, очень симпатичные. Я вот первый раз тут захожу только на эту локацию. Так, давайте лучших бойцов. Что у меня по бойцам? По бойцам у меня рарки и один эпик из предыдущей локации. Вот, как вы видите. 6 миллионов и у этого 9. Точнее 6 миллионов и 9. Так, какой здесь нас встречает? 380 триллионов, да. И вот видите, ребята, тут скоро будет. Надеемся, что скоро будет обновление. Давайте пробежимся. Я тут не видел. С Инферно. Нас здесь встречает Инферно. То есть такие из ада представители. Горящие, очень, конечно, красивые. Наверное, такая одна из самых лучших локаций, на мой вкус. Гигантский Инферном. Тут квадриллион какой-то, походу, у него. О, вот это мне тоже, кстати, супер нравится, ребята. Это вагончик поезда, который сошёл с рельсов и загорелся. Очень симпатично. Просто, наверное, одна из самых лучших локаций. Горящие дома. Это, конечно, всё очень печально, но зато эффектно. То есть во всех боевиках, как вы знаете, вечно всё горит и взрывается. А здесь, наоборот, из машины. Так, вот смотрите, на санях-то заскочил. А здесь, наоборот, у нас вода из колонки просто бьёт ключом. Да, это, конечно, супер, супер уровень. Просто супер. Вот разработчики же умеют, когда постараются, да? Так, здесь тоже инферном, поезд. Так, интересно, секретка здесь есть, секретный босс. Секретный босс. Пока я не вижу этого секретного босса. Давайте пробежимся, ребята, для тех, у кого нет возможности купить эту локацию. То есть, санишка с папой тут вам всё расскажут. Поэтому не переживайте. Сейчас проедем, посмотрим всё поближе. Так, инфернум, тут инфернус и инфернум. Все виды дьявольских созданий из ада, которые пришли. Так, пока секреток я тут не вижу на первый взгляд. Так, может, с высоты посмотреть. Достаточно большая локация. Небо тоже тут горящее. И здесь всё горит огнём. Цветочки тут одинокие. Так, это чё? Так, и вот какой-то босс. А, вот, ребят, смотрите, я уже вижу секретного этого босса. Вы, я думаю, что тоже видите на том здании. Давайте-ка, наверное, к нему слетаем. На санях. На санях слетаем, посмотрим, сколько у него жизней. Так, а как, кстати, туда запрыгнуть, ребята? А, вот можно, смотрите, можно сделать так. Ваши бойцы просто туда перейдут. И, так, если приблизить, сколько тут? 110 триллионов, по-моему. Или 140, или что-то того. Вроде как 110. Ребята, вроде 110. Да, Дед Мороз, конечно, забыл этот уровень своим вниманием. Иначе он бы тут всё, наверное, потушил. А так тут просто пожар. Просто конкретнейший. Пожар и конкретнейшее бедствие. Тут творится. Нужно с этим миром что-то. Срочно его спасать. И что-то с ним делать. Так, ну, ладно, ребята, я обязательно побью этого босса. Просто мне потребуется сейчас достаточно много времени, чтобы это сделать. Здесь тоже машина горит. Всё горит. И здесь... Конечно, да, наверное, ребята, первое место присуждается этой локации. Первое место. Это точно. Так, давайте посмотрим, сколько стоит тут звезда, да, сколько тут стоит боец. Один боец. Так, два. Два и четыре триллиона. Два и четыре триллиона. Ну, давайте так уж и быть потрачу. Потрачу этот листочек клевера. Хотя, ребята, не тратьте его, когда у вас мало денег. Не тратьте, лучше подкопите и потом потратите. Ну, я просто хочу тут выбить своих тут двух бойцов, да. Или сколько мне хватит. Так, это я нажал на максимальный. Даже на одного, ребят, не хватит. На одного сто восемьдесят третьего уровня. Камонка мне выпала сорок пять процентов. Так, давайте, наверное, какого-нибудь поменьше тут. Сколько мне нужно? Два сорок пять, да? Два сорок пять. Так, а этот сколько у нас? Пятнадцать триллионов. И здесь тоже пятнадцать триллионов. Супер-супер. Ну, что-то уже давненько не было обновлений, да. Ну, потому что эти праздники. Там Новый год, Рождество. По католическому стилю. Потом Новый год. Потом у нас будет Рождество. И пока, как говорится, уже разработчики немножечко отдыхают. На расслабоне. Прибывают и на чили. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что скоро они так или иначе выпустят дальнейшие обновления. Так, ну, давайте возьмём этого бойца. Посмотрим, сколько у него. Девять и четыре миллиарда, да, мощи. Это ещё, ребята, обычный комонка, так сказать, да? Обычный боец. Так. Где тут мои бойцы, ребята? Куда они слились? Так, давайте посмотрим. Так, отключились мои бойцы. Ну, ладно, я уже открою тут, подкоплю, открою второго бойца уже, ребята, наверное, сам. Без вас. Значит, если хотите такие сани, заходите в игру, пока ещё есть этот ивент. И так же вы можете ещё собрать бейджик. Бейджик тоже, заходите, нажимаете на ёлочку, и вам будет такой буст плюс 10% йен. То есть, так же вы можете получить. И сейчас в игре два бейджа с ивента. Это спуки с Хэллоуина и Крисмас, вот ёлочка с Нового Года. Ну, что ж, ребята, а вам, если понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, поставьте лайки. И всем пока, и ещё раз с Новым Годом!